Друзья, всем привет! Меня зовут Настя, это мой первый блог. И я в этом блоге буду рассказывать в основном про моду, про стиль, возможно, что-то из каких-то бьюти-средств и находок. И сегодня мы с вами отправимся на мини-шопинг, посмотрим, что сейчас есть на весенней коллекции в российских магазинах. Забыла вам показать сегодняшний мой лук. Значит, это вот такое бежевое пальто под кожу. Взяла сегодня кардиган, он такой в нежно-салатовом цвете. Под низ надела маечку в рубчик. И штаны-клёш, и мои пумовские кеды. Также дополнила это все аксессуарами из манго. Да, по-моему, это манго. Такая сумочка. Она на самом деле очень вместительная, хоть и кажется, что она совсем маленькая. Также у меня вот такие вот невидимки. У меня есть челка, но я ее иногда закалываю, потому что действительно очень сложно бывает ее укладывать, и просто нет времени. Кстати, забыла вам сказать, что я живу в Санкт-Петербурге и в южной части города. Сейчас у нас весна. На улице плюс 12 градусов. Проглядывается солнце периодически. Но в целом погода, на самом деле, для Санкт-Петербурга просто потрясающая. Хорошо, что нет дождя. Так, ну что, я пришла по зентам. Тут из, например, актуальных моделей есть вот такие лоферы. Они мне очень, кстати, понравились. Также есть вот такой формат. Тоже, мне кажется, очень симпатичные. И цвет такой темно-коричневый, шоколадный. Посмотрим еще. Эти лоферы оказались суперудобными, супермягкими. Хотя это не натуральная кожа. И цвет у них просто бомбический. Так, мы с вами пришли в магазин New City. Только посмотрите, какую красоту я сегодня взяла. И мы с вами будем мерить такие фиолетовые, львовые луки. Поехали. Лук номер один. Я взяла вот такой вот кроп-топ. Он в таком барби-пинг цвете. Фиолетовые джинсы. Под низом, кстати, моей пумы. Они сюда, кстати, отлично вписались. И вот такая вот стеганая куртка. Она оверсайз. То есть это размер S. И на самом деле смотрится она очень объемно. Что мне нравится. По поводу джинс. Хотела сказать, что они на мой рост 163 сантиметра не в пол. То есть они не будут получиться по асфальту, что тоже хорошо. В талии мне нормально, на самом деле. Свободно. Можно добавить какое-то ремень, а можно оставить и так, как есть. Смотрим дальше. Образ номер два. Будет вот такой вот сиреневый пиджак. Он уходит скорее даже в лаванду. Он двубортный, но я бы его не застегивала. И он очень оверсайзовый. Также вот такие штаны. Они тоже достаточно объемные. И ложатся прямо на обувь. Здесь же оставила как раз этот топ. Потому что они отлично сочетаются между собой. А вам как? Расскажите, какой образ понравился больше. Потому что мы с вами идем дальше. Хотела все-таки отдельно отметить этот топ. Он достаточно плотный. И у него такая приятная на самом деле ткань. Тут очень интересный у-образный вырез. И в целом он так очень классно сидит. Практически не просвечивает. Но сейчас просто такой, если честно, здесь свет, который падает прямо ровно сверху. Поэтому очень видны очертания. Но так, на самом деле, он мне очень нравится. И нравится его цвет. Мы с вами оказались уже в Зарине. Я люблю этот магазин. Во-первых, за его подбор цвета. За его луки. И давайте с вами что-нибудь найдем. Это первый лук, который я собрала. Я знаю, что, мне кажется, всем уже надоели тренча. Но здесь такой очень приятный цвет. Во-первых. Во-вторых, он держит форму. То есть он не лежит, как тряпочка на вас. А здесь лонгслив с V-образным вырезом. Очень-очень сейчас актуально. И юбочка Макси. В таком бежевом цвете. Вот так смотрится в застегнутом виде. Я бы сюда добавила еще из аксессуаров, например, какую-то кепку. И большой, может быть, шоппер. Вот и второй лук. Вам кажется, что он обычный. Но фишка этого лука полностью классическая верхняя часть. То есть базовая. И вот такие супер кричащие джинсы. Они на мой рост, конечно, очень длинные. Честно вам хочу сказать, что их придется подрезать. Но здесь получается светлая часть денима. И здесь сзади темная часть денима. И смотрится это просто бомбически. Да, последний магазин, в который мы сегодня с вами заглянем, это будет дрезер. Первое, что хочется сказать, пожалуйста, не покупайте такие платья. Они давно уже устарели. И еще хотела сказать, что покупайте качественные пиджаки. Это очень видно, если пиджак, во-первых, не держит форму. Давайте я вам для наглядности покажу. Ну, видите, он болтается, как будто он тряпочка. Вот не берите такие пиджаки. Это тоже. Что за материал? Вы видите? Что это такое? Мне вот приглянулась, например, вот эта сумочка. Она такая малышка и яркого салатового, такого зеленого цвета. На лето, мне кажется, очень здорово смотрится. Это последняя примерка будет на сегодня. Кстати, тут такой ужасный свет. Тут были тоже, кстати, два луга. Мне очень нравится сочетание этих цветов. Что хочу сказать? Мне не нравится абсолютно. Ну вот, вот эта мне уже нравится намного больше. Вы посмотрите, во-первых, на эти джинсы. Они прекрасны, правда, на мой рост. Они опять слишком велики, слишком длинные. Ненавижу подрезать джинсы. Тут под низом у меня классическая майка. Бомбер я взяла в размере S. Мне показалось, что он и так достаточно объемный. И это правда. Мне нравится, как он смотрится на мне. Я еду домой. И как только приеду домой, я обещаю еще снять распаковку. Сегодня прекрасная погода, так что, может быть, еще я пойду прогуляюсь. Я уже дома, и я готова вам показать свои покупки. Первое, с чего хочу начать, это с магазина Zarina. Вы ранее видели, это вот такой вот классический базовый белый топ. Врубчик. Сейчас это самая актуальная модель. Она подходит подо всем. Это базовая тоже рубашка в таком голубом цвете. Она немножко оверсайз, я всегда стараюсь брать рубашки на размер побольше. Вот такой у меня получился лук. Я считаю, что можно пойти и гулять, и, возможно, даже на свидание, если добавить мини-сумочку, например, как у меня. А мы двигаемся дальше. Купила я в Zendan. Не знаю, как правильно, Zendan или Zendan. Это классический бежевый цвет. Мне они понравились тем, что они на такой тракторной все-таки подошве. Во-первых, хочу вам показать, что эти два цвета хорошо так мальчатся. Ну и последнее на сегодня. Это то, во что я влюбилась с первого взгляда. Это, да, это этот бомбер. Это бомбер из Reserv. Соответственно, он вот в таком шоколадном цвете. Цвети горький шоколад или эспрессо, называйте как хотите. Мой муж называет это, кстати, медный почему-то. Ну ладно. На спинке идет вот такая вот небольшая сборка. Резинка снизу и на манжетах. Стоил такой бомбер 4600 рублей. И носить я его хочу сейчас, потому что в Питере еще не так жарко. А у меня на этом все. Я очень рада была с вами познакомиться, во-первых, потому что это мой первый влог, шоппинг-влог. И мне было бы мега приятно услышать от вас обратную связь, потому что очень волнительно. Вы еще со мной не знакомы, я еще с вами не знакома. Подписывайтесь, я сейчас буду выкладывать ролики часто. Часто рассказывать про моду, про стиль, про актуальные сочетания. И всем пока-пока.